Эвакуация должна быть действенной, а главное нужная курорту проводиться по заказу города именно на тех участках, где это действительно необходимо. При этом дорожные знаки, согласно которым остановка или стоянка запрещены, никто не отменяет. А вот их дислокация и целесообразность установки в части уже пересмотрены. Одними из первых демонтажу подверглись знаки на центральных улицах курорта. Необходимость дислокации некоторых из них пересмотрели. Так на улице Островского убрали знак, разрешающий парковку только для инвалидов. Причем, согласно ему, машины со специальным обозначением парковаться здесь могли на участке длиною 30 метров. Оставлять такую территорию только под стоянку машин со знаком «инвалид» посчитали нецелесообразным. Но для нескольких таких автомобилей все же будет предусмотрена парковка. И соответствующий знак вскоре появится. Мы приводим в соответствие с ГОСТами и правилами установку дорожных знаков, которых развелось у нас большое количество. Люди в них начинают путаться. Будет демонтировано сегодня порядка 12 знаков, развернуто в нужном направлении еще порядка 10 знаков. Доставлено информационных табличек порядка 16. Напротив Южгипрокоммунстроя сегодня также освободили площадку от знаков. Здесь и стоянка такси, и парковка для инвалидов, и даже знак «остановка запрещена». Кому все-таки здесь можно было оставлять железного коня – вопрос. Для машин эвакуации до недавнего времени все стоящие здесь авто – нарушители. Теперь все просто – парковка для автомобилей. А наряду с демонтажом знаков приступили и к обновлению дорожной разметки, пока работы выполняются в гостевых зонах. Соответствие знаков и линии на полосах движения должны соответствовать друг другу. С оптимизмом на перемены, происходящие в уличной дорожной сети курорта, реагируют и сами горожане. Очень хорошо. Парковаться хоть будет есть, где не будут увозить эвакуаторы, хоть встать где будет. На следующей неделе будет демонтировано порядка 70 знаков, а всего на курорте уже убрали 112. Эта работа продолжается, в том числе и в жилых микрорайонах. При этом учитываться будут замечания и предложения горожан. Рината Шипулина, Михаил Дубинин, телекомпания ФКТ.